Агентство русской информации Здравствуйте, Евгений Эдуардович! Добрый день! Прошла очередная неделя, сегодня у нас очередной аналитический выпуск недельный, но текущие события настолько неинтересны, однообразны, что сегодня постараемся более концептуальные вещи затронуть, может быть, даже исторические по специальности Евгения Эдуардовича. Из новостей последних недель, которые перемалывались в телеграм-каналах, на новостях таких официальных, что-то я не знаю, обсуждалось это нет, студенты московского РГГУ выступили против создания учебного научного центра имени Ивана Ильина под руководством Александра Дугина. И в этом РГГУ или РПГУ имени Герцена, как он правильно-то называется даже? Нет, это РГГУ. РГГУ сообщили о закрытии центра Ильина, в котором работал по штату один человек. Официальное сообщение звучит примерно так. Центр культурного наследия И.А. Ильина и цивилизационного развития проработал два года. В штате сотрудников числа один человек. Активную деятельность центр не вел. Именно по этой причине он был закрыт в 2023 году. Создали учебный научный центр имени И.А. И начался скандал, потому что сам этот институт, он в общем известен своими такими либеральными в разных смыслах воззрениями и студентов, и преподавательского состава. А Александр Дугин это человек, который исповедует какую-то такую странную смесь взглядов, которые мне трудно даже как-то охарактеризовать. Потому что с одной стороны вроде они патриотические, а с другой стороны какие-то в другую сторону. То есть в сторону какого-то евразийства, какого-то маразма и бреда. Потому что Россия, с моей точки зрения, это не только моей, это центр европейской цивилизации, это мать Европы, в том числе современной. Ну немножко выродилась там Европа, но ничего страшного, придется это наставить опять на путь истинной, как в свое время. Все эти династии мировингов, готских королей и прочих, они же пришли отсюда. Причем как раз из территории, где сейчас идет война, это Хрым, это побережье Черного и Азовского морей. Вот оттуда вышли все эти франки, все эти завоеватели Рима, уничтожители Римской империи. И другие племена, типа Данов и даже, не к ночи будет помянуты, Англов и Саксов. Причем они об этом там свои элите знают и очень не любят об этом вспоминать. А что вы думаете по поводу вот этого центра Ильина и самое главное небольшой ликбез? А кто такой Ильин? Чем он там хорош-плох? За что там против него выступили так только резко? Потому что я с моим техническим образованием, ну в общем Ильина конечно не читал, честно скажу. Нет, ну Ильин хороший, ну как хороший, нормальный публицист патриотического плана, национально-патриотического. Значит там, конечно, никакой он там не философ, политолог, он тоже так себе. То есть он политолог на уровне здравого смысла. Ну, во-первых, какие годы? Ну, он до революции еще там начинал, там в СССР, кстати, по-моему. Значит, ну я не помню точно. Ну, сначала он был СССР, потом кадетом. Чем там делал до революции, не знаю. Прославился, но уже после революции. Значит, он был таким публицистом. И его выслал Ленину вместе с другими всякими там гуманитарщиками. На этом публицистом были ненужные. Тогда еще к интеллигенции как-то относились, ну, той, которая творческая такая, ну, не так жестко, как потом. Тогда убивали офицеров. А вот всяких там профессоров и прочих, так сказать, интеллигентов, ну, их так не особо убивали. Ну, вот решили выслать. Там человек сто выслали там на пароходе. По-моему, там целый процесс, там как-то пароход, еще там что-то было. В общем, какое-то количество людей выслали. Его носил в Берлине и там, значит, приобрел популярность. То есть, его выслали на знаменитом философском пароходе? Ну, можно так сказать, там пароход – это такой собирательный образ. Компания была, которая называется философский пароход. Там человек сто людей, ну, например, Патерина Сорокина выслали, еще там куча народа. Значит, ну, кто-то, все такие довольно известные личности. И вот или им известен по своей политической публицистике. В общем, ну, в эмиграции там разные же были. Там были леваки свои, там всякие меньшевики, эсеры. Были либералы, так называемые кадеты, масуны разного рода. Значит, ну, а масуны они среди левых и среди либералов. Даже среди правых было много, но поменьше. Ну, и правые были. Он на правом фланге, значит, он сотрудничал с РОВС. А РОВС – это основная главная организация в эмиграции. Почему? Потому что это военные. Это такая, как бы, русская армия в эмиграции. Это то, чего боялись большевики. Потому что, ну, там были офицеры, люди конкретные. В общем, они так вот ерундой особо не занимались. И в нужный момент могли сыграть роль, чего все боялись. Поэтому их так прижимали. Но это отдельная тема. Ну, Ильин занял правильную позицию, что он там сотрудничал с РОВС и был таким патриотом. В качестве писателя он, скажем, для магистров. Он публицист был там. Выступал там в газете. Ну, где-то, не помню, там выступал. В общем, что-то печатное. Что-то писал для них. Ну, не для них, а вообще писал. Ну, был близок по позиции к РОВСу. И таким национально-патриотическим кругом. Конечно, он нельзя сказать, что такой был особо глубокий. Хотя он четко там роль Запада оценил. С тут сволочек. Как бы, значит, что, так сказать, большевики. То есть, он понимал связку с Западой большевиков. Сами большевики нынешние, они вообще, как бы, не понимают. И отрицают, что смешно, как бы, да. То есть, они отрицала вам заниматься, что, типа, а мы ни при чем. Вот Антанта или там Кайзер это одно, а мы, большевики, с ними боролись. Ну, предто силы как бы. Значит, боролись они. Если бы Кайзер или там Антанта захотели, они предавили бы, значит, большевиков бы, без всяких правов, значит, тапком потребили. Им просто это не надо было. Поэтому им нужно было сначала гражданам. Ну, немцам и англичанам нужна была революция октябрьская. Она произошла. Потом нужна была гражданская война. Ее развязали. Она шла. Ну, и потом немцы уже, как бы, выпали из-за обоймы. Англичане и французы остались. И англичане решили, что Ленин все-таки лучше Колчака, потому что они оба были бы с ними связаны. И Колчак, и Ленин. И Колчак слился. А Деникин был такой профранцузский. Ну, вот профранцузского Деникина. Они, значит, законопатили совместными усилиями. Значит, и после этого, не афишируя, ну, значит, англичане продолжили, как бы, влияние, связи с советской властью. Как и немцы. Ну, только они так немножко оправились, тоже, значит, восстановили эти связи. Ну, тогда был союз англичан-немцев против французов. То есть, в Германии были разные течения. Германии были течения сепаратистские. Они хотели разделить Германию. Французы хотели разделить и забрать часть Германии. Творенскую, так сказать, Германию. Они хотели вообще присоединить. Ну, или, по крайней мере, частично. А вообще Германию хотели разделить, восстановить Баварию, там, и так далее, и тому подобное. Англичане делали ставку на единую Германию. И, соответственно, на право. Потому что правые были против всех этих разделов, сепаратизма. Значит, это отдельная тема. Можно там не углубляться. Ну, в общем, претензии к Галину как раз в основном из этого периода. Где-то в 20-х там появилось такое течение в Европе, новое. Значит, фашизм стал его названником. Он появился в 19-м году. В Италии лидером стал такой Муссолини. Значит, Муссолини, он был такой человеком. Ну, в общем, социалистом по происхождению. Более того, он крупным был социалистом. Его учителем была Анжелика Балабанова, такая коммунистка из России. Ну, национальность неизвестна, как говорится. Значит, но она из России. Потом она в Россию вернулась. Потом обратно уехала в Италию. Значит, там жила. Когда посмотрела, что тут творится. Но она все равно всегда была коммунистской. Значит, и вот она была такой политической матерью Муссолини. Муссолини занял довольно крупный пост в итальянской социалистической партии. Он был главным редактором их основной социалистической газеты, итальянской «Аванти», то есть газета «Вперед». Но он разошелся социалистами во время Первой мировой войны. Он был такой сторонник. Ну, был английский агент, как и Гитлер. Такое ощущение, что они все были английскими агентами. Не, не все. Там были еще немецкие, итальянские, французские, американские агенты. Но были какие-то люди независимые. Но если у человека очень хорошо шла карьера, значит, я на кто-то за ним стоял. Значит, он за Антанту выступал и за вмешательство на стороне Антанта в войну. Немцы предлагали итальянцам примерно то же самое, что у Антанта. Но только без вообще войны. Только за то, чтобы они просто сидели дома и ничего не делали. Значит, и надо было итальянцев охмурить настолько, чтобы они сказали, ну как сидеть, а как же в окопах под снарядами гибнуть немецкими? А как же без этого? А как же нас, немцев, травить газом не будут? Ну и безобразие, правильно? В общем, они втянули итальянскую войну. Хотя Италия считала союзников, самое смешное, Германия и Австрия, был тройственный союз. Германия, Австрия и Италия. Значит, сначала итальянцы предали тройственный союз, но они придрались к формальности. Что войну начали немцы и австрийцы. И они говорят, ну, слушайте, ребят, вы начали войну, мы-то паричем. Мы вас не просили начинать. Если бы на вас напали русские, предположим, да-да-да, а так нет. А потом была борьба внутри, и более того, большинство, значит, депутатов парламента, а там парламент решил, они были против вступления в войну. Но, значит, агентура антантовская сработала, и Мусолени был один из тех, кто сыграл большую роль, потому что он создал такое движение массовое за вступление Италии в войну. Чтобы была, конечно, грубая ошибка со стороны Италии. Ну, в общем, на войне он там нормально все действовал, приобрел авторитет, фронтовики там его уважали. Значит, было такое движение Ордити. Ордити это такие, ну, типа спецназа современного, но не спецназ, а такие группы, как бы штурмовые, штурмовики скорее, да, там, на фронте. Значит, Ордити смелый. И на базе вот этих Ордити и всяких там маргинальных групп он создал фашистское движение, по-моему, в мае или 19-го года, не помню точно. И тогда в Италии было брожение, война уже закончилась, и начался хаос. В общем, красные, они попытались взять власть. Это то же самое произошло в Германии, там Баварская Советская Республика, Бременская Советская Республика. В общем, там Коммунистическая партия резко, так сказать, набрала обороты. Там была революция, которую там удалось подавить. Вот убили этого Карла Липпнихта, значит, Розу Люксембург убили. Потому что, ну, деваться было некуда, надо было как-то все гасить. Ну, загасили. И, кстати, с помощью, кстати, правых социал-демократов. То есть там не только правые были против революции, но даже социал-демократы выступили, часть из них благоразумные. Они выступили против революции, революции, глядя на то, что творится в России. Значит, то есть первая революция у них антимонархическая прошла, там поддержали как бы, да, все. А потом, когда они посмотрели, что революция пошла дальше, они, значит, тормознули. И такой же процесс был в Италии. Началась такая революционизация Италии, особенно Северная Италия. И вот эти аргити, и потом, значит, на их базе создались фашисты. То есть они выступили такими, значит, противниками. А большевики тогда, вот эти итальянские, германские, они применяли боевую тактику такую. То есть они как бы так вот силы давили. Аксион директ прямым действием. Значит, захваты там предприятий, того-сего, там убийства какие-то там. Значит, ну, в общем, как в России все хотели сделать. Ну, вот такой мелком масштабе. И вот, так как государство, оно оказалось недееспособным к той ситуации, оно как бы так дистанцировалось и смотрел, чем кончится, то возникло такое движение. И монархия, она, конечно, подыгрывала этим фашистам, итальянский король. Значит, он не мог прямо, непопулярная была тогда позиция как-то. То есть, понимаете, там страна раскололась, красные там, и появились белые. Значит, поддерживать какую-то одну из сторон, ну, для монарха бы очень было непросто. То есть, ситуация, они искали популярность, они поэтому так были в тени. Они скорее были не белые, а коричневые. Коричневые они потом стали, значит. Коричневые это вообще немцы уже, так сказать. А итальянцы у них там свои были, расцветки, свои, как говорится, игрушки. Значит, они придумали вот это приветствие римское, взяли на вооружение. Да, итальянцы придумали, не немцы. Ну да, ну оно как бы было до них придумано, это вообще римское приветствие. Древнеримское, да. Они как бы, вот восстановление, у них такая тема была империализм. Восстановить вот римскую империю, там, ну, каких-то возможностей придет. И там много левого, кстати, идей о Муссоли. Ну, сам же социалист, по, так сказать, генетическому происхождению. Ну, немецкий социализм тоже социалисты. И еще больше социалистов. Гитлер еще больше социалистов, чем Муссоли. Значит, это поэтому, когда говорят о фашизме, это не совсем правое. Это правое-левое движение. Ну, там правое, ну, по тем критериям, которые приняты сейчас, правое там превалирует. Но вот эта левая часть тоже очень сильная и намного слабее правой. Вот если в национал-социализме, там можно об этом поговорить, там был свой набор таких основных идеологий, то в итальянском фашизме был национализм, то есть опора на итальянскую нацию, империализм, то есть воссоздать величие Римской империи, ну, в каких-то границах разумных. Не корпоративизм, то есть ликвидировать конфликты классовые и создать систему, которая улаживает эти конфликты путем переговоров и с помощью государства. То есть не доводить эти противоречия классовые до каких-то открытого, так сказать, противостояния, всяких забастовок, локаутов и всего прочего. А решать вопрос по-любому. Ну и смысл корпоративизма, что есть корпорации класса в государстве, ну, давайте как бы договариваться, государство будет арбитром, будет вас всех там сводить и как бы в случае чего решать так, как надо для всех. Может быть, иногда даже ущерб какой-то отдельной части, так сказать. А как это соотносится с знаменитым лозунгом Муссолини друзьям всего остальным за полом? Не, ну это не лозунг Муссолини, это как бы практика. Вы же не путайте эти логическую базу, реальную практику. У нас вот какая же эти логическая база? Социальное государство, что там еще там, толерантность, насчет, как его, миролюбия, значит, борьба с коррупцией, да. У нашего государства все время борются с коррупцией. Уже там лет 30 с чем-то оно борется. Ну, как-то так, с трудом. С трудом дается борьба с трудом. Поэтому одно дело политическая платформа, а другое дело политическая практика. Они часто расходятся. То есть вот это вот не было? Поэтому никакой, там, друзья все, так сказать, остальные по закону там не было формально. Ну, в реальности, конечно, было. Ну, тоже преувеличено, кстати, критиками Муссолини. Что Муссолини, его основное отличие, и как его, кстати, большевики оценивали, и он сам про это говорит, это такой антибольшевизм, как бы, да, такой. Ну, боевой, да, боевитый такой антибольшевизм. Антибольшевизм с кулаками. Он говорит, ну, вот сволочь красный там, значит, нас бьют, да. А мы тоже их будем бить. И у нас есть кому бить. Вот есть Ордити, есть фронтовики, есть штурмовики наши, итальянские. Значит, мы можем дать опору этим бандам, там, коммунистов и анархистов и социалистов разного рода. И они дали опору. Ну, правда, там все было по-итальянски, хотя там убийства тоже были, но все-таки основной метод, знаете, какой там был, значит, воздействие на противников фашистов тогда. Они, значит, ловили каких-нибудь там коммунистов, там, социалистов или анархистов. И, значит... Заставляли извиняться? А? Заставляли извиняться на камеру? Нет, камер-то не было. Они же, значит, заставляли пить касторовое масло. Ну, примерно. И потом, естественно, поступал физиологический процесс, когда человек... Ну, это как бы все-таки не убийство уже, правильно? Это же не голову режет. Поэтому там убийства были, но их было не так много, и они были с двух сторон. Убийство. Это шла такая вот как-то уличная, так сказать, борьба. И поэтому фашисты тогда проявили себя боевой силой против большевизма. И вот этот, значит, Ильин, он это все как бы видел. И в Европе Муссолини завоевал так уважение, что он справился с красным у себя там. Он взял власть в 22-м году, отодвинул обычные партии от власти. Ну, и в конце концов, вообще там все эти... Покончил с парламентской демократией. Там через некоторое время. Но короля оставил. Король на весь бой. И вот как бы такая модель появилась борьбы с большевизмом. Потому что считалось, что старыми методами с большевизмом очень трудно справиться. И вот почему там Россия погибла. Потому что вот они как бы так... Значит, неправильно с ним боролись, с этими экстремистами. То есть, это такой антибольшевизм боевой, который взял большевистские методы, но против большевизма. Ну, вроде с Советским Союзом-то они там наладили как-то отношения даже. С Советским Союзом были прекрасные отношения у фашистов и итальянских. Значит, там дело с Советским Союзом обстояло так. Великие Державы не признавали до юра Советский Союз. После эволюции, в общем, шурум-бурум закончился, но они его не признавали. То есть, дипломатические отношения? Ну, не было юридическое признание. Там они были, так сказать, но на другом уровне. Де-факто признавали, де юра нет. Значит, первый признал де юра Советский Союз Англия. Когда она признала? Когда умер одиозный Ленин. Потому что Ленин считался таким кровавым тираном. Как бы было западло с ним, значит, устанавливались какие-то... Ну, и немецким агентом, наверное, справедливо считался еще. Ну, он был английским агентом. Они, наверное, про это знали. Англичане. Значит, но они не могли. Это было бы, как бы, было немножко против их позиции моральной. Они не могли признавать Советский Союз при Ленине. Не дождались, пока он умрет. И, по-моему, в начале февраля, там, ну, примерно, там, через неделю или, там, через 10 дней после его смерти. 21 января он умер, и, по-моему, в начале февраля признат. А эти англичане, Англия, первая великая держава, но это мировой лидер был. Потом признали, буквально сразу, через неделю, признала фашистская Италия Советский Союз. И с фашистской Италией были хорошие отношения. Они нам продавали, там, эти чертежи, значит, кораблей, там, Советский Союз построил, там, несколько кораблей по итальянским проектам. В общем, экспедицию Нобеля спасли, там, помните, такой фильм был, «Красная палатка». То есть, вроде бы, мы, с одной стороны, их ругали, там, за фашизм, с другой стороны, ну, так, межгосударственные отношения были нормальные. Даже хорошие, по сравнению, например, Франция признала Советский Союз где-то в осенью 24-го года. Япония, по-моему, начале 25-го. А Соединенные Штаты признали Советский Союз, знаете, скажем, в 33-м году, осенью. То есть, они посмотрели, смотрите, ребята, а Сталин-то, оказывается, дееспособный парень, как бы, с моим, взял, там, этих, украинцев. И 7 миллионов уморил голодом. И хоть бы, как бы, удержал власть, и вообще, тихо, все же это открыто, как бы, да? Ну, с ним можно иметь дело, это, как бы, деловой человек. Поэтому мы понимаем, что он сволочь, негодяй, как бы, да? Ну, он же, как бы, деловой. Ну, давайте его признаем, а что там, скажем, что там из себя строить, как бы? Правосильного. Да, так сказать, бизнес есть бизнес, ничего личного. Поэтому они вознаградили Советский Союз и Сталина за голодомор дипломатическим признанием. Прямо осенью 33-го года. Ну, на Украине, конечно, про это никто не знает, потому что они что-то все. У них другая история, альтернативная. Альтернативная история, берешь Википедию на любом языке, смотришь признание Украины, этого Советского Союза с Соединенными Штатами. Осень 1933-го года. И американцы не могут сказать, что они не знали про голодомор, потому что тот парень, который, ну, который считается первым, так, на Западе, там, компания развернула по голоду в Советском Союзе. Фильм-то, про которого сняли поляки, которого убили через два года в Маньчжурии, ну, я думаю, через самые англо-советские агенты. Он был помощником Лод Джорджа, Гаррет Джонс его звали. Молодой парень, он там несколько раз был в Советском Союзе, и он услышал, что есть голод, и он как-то пробил через... Ну, его уважали, потому что Лод Джордж, он же во время гражданской войны был премьером Британии. Поэтому Ленин, Сталин, все большевики его уважали, потому что, ну, как бы сделал на них ставку, фактически, экспласт, поэтому, что... Значит, а это помощник его. Ну, да, у него были, так сказать, эксклюзивные такие права. И ему сделали командировку в Москву, и он умудрился добраться до Харькова, по-моему, или даже до Донецка, не помню. В общем, в эти районы. И он посмотрел, что там творилось, как бы, и пришел в ужас, и не смог молчать. Ему... Вот в этом фильме, в Польском, есть хороший отрыв. Ллойд Джордж ему говорит, ну, ты поними, мы не можем сейчас наезжать на Советский Союз. У нас там экономика, как бы, бизнес, как бы, да? Значит, а ты что предлагаешь? Ты против государственных интересов в Великобритании выступаешь, ты пойми, как бы, да? Ты что делаешь? Это предательство Британии. Вот твои выступления по голоду на Украине – это предательство и интересов в Британии. Значит, ну, вот он... Его отовсюду как бы выгнали. Он поехал в Берлин. И Гитлер там только пришел к власти, значит, и проще там все эти нацисты. Они разрешили мы провести, значит, пресс-конференцию большую, там провел ее. И вот это считается первое такое, значит, первое серьезное освещение голода в Советском Союзе. И когда его отовсюду выгнали, он пошел к этому, который был там, Херст, Херст, медиамагнат в Соединенных Штатах, Херст. Херст были личные там счеты, советами. И хотя он не хотел особо вмешиваться, ну, тот его уговорил все-таки. И вот в Соединенных Штатах была в 33-м году как раз большая компания по искусственному организации с коммунистами голода на Украине, который унес там огромное количество жертв. Ну, наши считают около 7 миллионов всего по Советскому Союзу и 4-4,5 на Украине. И вот видите, в такой ситуации американцы, значит, они признают Советский Союз. То есть до этого много лет не признавали, а тут посмотрели. Ну, дела у человека, Сталин, можно иметь дело. И его вознаградили, его дипломатическим признанием. Ну, кто-нибудь на Украине вообще про это знает, я удивляюсь. Они там носятся с этим голодомором. Ну, да, это чудовищное преступление, там, большевистского режима. Да, так сказать. В России, кстати, хотя и признали так, ну, как-то так все это там затирается. Это очень плохо, что в России это все затирается. Тем более РСФСР, там в двух республиках был голод организован. В Украинской Советской Социалистической Республике и в РСФСР. Транскрутер потерял примерно столько, что он чуть поменьше. Там Казахстан пострадал, еще там Кубань, Дон, так сказать, еще ряд регионов. Значит, у нас как бы это все типа не было. То есть вроде бы есть официальная позиция, признали, но так. Никакие компании не проводятся. Но Украине это такой, значит, одна из базовых диалогем. Именно в антирусском, как бы, ключе все подается. Тоже, так сказать, издевательство над здравым смыслом, а над реальностью. В реальность это русских морили голодом, не русские. Как-то перевести, если вот в украинских терминах все это, значит, оперировать, то именно так будет. Значит, потому что русские не командовали Советским Союзом. Ну, это, опять-таки, детали. Значит, так вот, возвращаясь к Ильину. Ильин, вот, борьба с большевизмом в Италии его впечатлила. Там успехи, там, Муссолини достиг определенной в экономике, в организации жизни. Там при Муссолини, как известно, поезда в Италии стали ходить вовремя, по расписанию. До этого за итальянцами этого не водилось, как бы. Значит, он много там сделал, там, в хозяйственном плане, там, освоение долины реки По, значит, авиацию он там развил, там, в общем, флот строил, в общем, такой, как бы, деятельный товарищ был. И, значит, вот, Ильин, конечно, поддался на такое. На обаяние. Ну, обаяние, Ильин, там, на результаты. И, в общем, у него вышло несколько там статей, ну, он начал там все это дело хвалить. И есть такая, значит, базовая статья, которая постоянно цитирует, это о русском фашизме. Ну, там с оговорками нельзя сказать, что там все один к одному, как говорится. Но он, в общем, так это позитивно говорит, и что вот у нас тоже надо так примерно делать. Ну, с оговорочкой. Что Ильин все-таки такой, он христианин, православный. Значит, чего там у фашистов не особо было. А у нацистов вообще не было. И там, опять, ни одного слова нет ни про Гитлера, ни про германских фашистов или там нацистов. Вот в этой статье о русском фашизме там про Гитлера ни одного слова. Про Муссолини довольно много есть. И про итальянских фашизм. Значит, следующее, скажем, за что цепляются, это когда в 1933 году с Германией победил Гитлер. На выборах, кстати. На выборах победил. Да, но там он не взял абсолютное большинство. Там потом все приняли. Не взял, неважно. Но ему дали власть все по легитимным, как бы по законам, по действующим законам. Это не распад Советского Союза. Такие законы произошли. Там был президент Гинденбург. И он вручил, значит, там, по-моему, был папе на председатель правительства, он вроде умер. И, значит, ну, вот этот канцлер, да, их назывался, значит, формировать правительство, значит, он получил Гитлер. То есть все легитимно, там, не проиграться. Там, понятно, было за кулисными всякие дела, но формально все легитимно. И вот Ильин тогда, значит, сделал ошибку. Он поддержал этот приход Гитлера, ну, по-доброму, как бы, да, приход Гитлера к власти. Ну, потом он в Германии еще жил там. Ну, в те времена, да, вообще мало кто знал, что из себя представляет Гитлер на самом деле. Не, а мы вообще, а люди не понимают, что фашизм там, или это тем более... С высоты нынешних... Да, геноциды в 20-х или даже в 30-х годах. Это совершенно не то, что мы сейчас о нем думаем. Извините, в 36-м году в Германии прошла Олимпиада. Вот сейчас смотрите, как вот русских там третируют, да, говорят, русские сволочи, агрессоры. Они вот геноцидят украинцев, как бы, ну, это не все говорят, но, так сказать, подразумевают, да. Поэтому мы негодяи в русских, и русский флаг там вообще видеть не хотим, да. Ходяйте вот под каким-то нейтральным флагом и сдубайте. Ну, при этом, значит, никакого отношения к России вы не должны, так сказать, высказывать, препозитивно. Значит, а немцы, нацисты, да, Гитлер провел Олимпиаду у себя в Берлине провел. Да, и все там были прекрасно. Все там были, ребята, но вы там все были. Никто не шумел. Ну, не, шумели, конечно. Ну, провели же Олимпиаду у нас прошла. Здорово-олимпийский комитет разве отказался проводить? Олимпиаду там. Нет. А вот русских сейчас гнобить, тот же самый орган, он не отказывается, он гнобит русских. Поэтому к русским отношения сейчас гораздо хуже, чем к нацистам в мире, чем к нацистам в 36-м году. Извините, это факт. А следующая, кстати, Олимпиада была назначена в Токио в 40-м году. Но я говорю, с войны не провели. Идем дальше. Буквально сразу, практически мгновенно, Ильин понял, что это не те люди. Нацисты, они, да, вот у них там есть, с его точки зрения, позитивные стороны, что-то они с красными там разобрались. Но люди не те. И уже в 34-м году он пишет, по-моему, Шмелевым там писал, что, ну, во-первых, вы начали преследовать, потому что не был антисемитом, а у нацистов антисемитизм, а такая базовая, значит, базовая тема в идеологии. То есть без антисемитизма нацизма не может быть. Ну, именно он может быть, но это будет другой нацизм, не германский, не тот, который был у Гитлера. Значит, национал-социализм. А для них антисемитизм это крайне важно. Его стали, значит, Олимпиада так прессовать. Он был там, работал в русском институте, который там был в Берлине, его выгнали с работы. И, в общем, он начал подумывать об эмиграции. И где-то через четыре года уже, когда пошли разговоры, что хорошо бы его вообще в концлагерь посадить. Или она, потому что он как-то подозрительный. Значит, евреев не ругает, как бы, а то не делает, а это не делает. Вообще за Россию выступает. Подозрительный человек для Германии. И он вовремя свалил в Швейцарию, бежал, бежал. Ну, эмигрировал. Значит, и потом жил. И все, у него там никаких особых восхвалений нацизма не было больше. Более того, когда Германия вторглась в Советский Союз, это осудил и сказал, что, во-первых, Германия проиграет. Потому что она не посильную нож на себе. Это он в сентябре 41-го года написал уже. Что Германия проиграет, это однозначно. Тут вопрос вообще нет. Значит, и осудил это вторжение. Поэтому какие претензии? Вот я не пойму. Это настолько наглая, как бы, позиция этих леваков, либералов, там, безумных, нафиг, которые никакого... Если даже читали или иначе, то не поняли, что там написано. А 99% и читать не читал. Не хотят они его читать. Значит, студенты... А их вообще надо разогнать с этого... Это гуманитария называть. Ну, ребята, если вы подписываете петицию, что надо закрыть какой-то научный центр... Ну, вы прочитаете там, зачем вы подписываете бред, что, значит, Ильин поддерживал преступления нацизма. Никаких преступлений нацизма он никогда в жизни не поддерживал. какие были преступления в 1933 году. Никаких не было преступлений. Значит, он ничего не поддерживал тогда. Где написано, что он поддерживал преступления нахуй? Ну, есть такой момент, что нацизм, так как они проиграли нацисты и фашисты, то их там, конечно, демонизировали по полной программе. Ну, скажем, до 1991 года в Советском Союзе считалось, что в контейне поляков расстреляли немцы. Ну, это был такой бред. Каких немцев они? То есть поляков они не расстреляли, что сейчас и признаны. А до этого, ну, такие точно, на них навешали все, что можно навешать, но это никак не отменяет негатив, который у них есть. Значит, поэтому какие преступления? То есть, если я студент, вот я, например, учился на ИСФАКе МГУ, мне говорят, слушай, давай, там какой-то есть центр Сидорова, ну, или, предположим, Зиновый, Зиновый есть такой философ. Значит, вот он, да, такая сволочь, надо подписать, чтобы его закрыть. Я говорю, ну, хорошо, ну, дайте, там, пять минут, я посмотрю в Википедию, что там Зиновьев писал там. Ну, открывай Википедию про Элина, переводя на Элина. Ну, а что он там писал, ничего такого не писал, а что его закрывать? Ну, пусть будет там, если кому-то надо, это такое, эксцентр. У нас Ельцина центр есть. Гораздо круче, чем, значит, центр Элина, научный там. Ну, если так подходить чисто административно-политически, конечно, не надо было называть именем Элина, не потому, что это как-то неправильно, а потому, что это вызвало скандалы, и было заранее, что будет скандал. Второе. Тем более не надо было назначать Дугина туда, начальника. Потому, что Дугин, ну, у него нет соответствующего опыта, это раз. Во-вторых, он такой большой путанник, и никакого отношения к Элине Элина нет. Но есть единственное, что их сближает, общепатриотическая позиция. Идейно это разные люди. Элина-то западник такой, он кадет, значит, он такой за либеральную демократию, но в нужный момент с кулаками, такая боевитая демократия, чтобы там высунулся какой-нибудь экстремистом, раз в руку, значит, добро с кулаками, сопротивление злу силой. Понимаете, так основная идея, сопротивление злу силой. Потому, что в России уши развесили наши эти чудаки, значит, сопротивление злу ненасилием, толстовство такое было. Ну, и как-то это все привело к тому, что когда злоб пришло, то многие люди, они, значит, сопротивлялись ненасилием. Ну, их всех там, так сказать, определили, куда надо. Кого убили, закопали, а кого, так сказать, в общем случае выгнали. Элина говорит, ну, а что? Ну, вот зло есть, надо силой с ним бороться. Вот основная идея. Фашисты хорошо боролись с красными, значит, молодцы. Потом, когда он понял, что фашистов он так особо не ругал, итальянских, а вот нацистов он там конкретно, значит, можно почитать, что он там про них писал, значит, прикладывал. Особенно после нападения на Россию. Ну, и там основная идея в том, что вообще немцы напали на Россию не потому, что они там с коммунизмом хотят бороться, а то они хотят бороться с Христовой поход, все прекрасно, но это не главное. Главное, что они хотят бороться с Россией. Вот в чем проблема. А остальное является идеологической отмазкой. Ну, не то чтобы отмазкой, но это как бы немножко не то. То есть, не надо иллюзий питать насчет немцев и нацистов. В смысле немецких нацистов. Поэтому студенты, которые подписали такую петицию, они не заслуживают права быть студентами гуманитарного вуза. Российского. Ну, это люди, которые, ну, не знаю, где их там набрали. И кровь непредвозность проявили. Да, значит, пусть идут там на производство, к станку, там дворников не хватает у нас. Вот туда прямая дорога. Не надо подписывать все, что под руку, значит, подсовывают. Если ты не можешь проявить хотя бы минимальные навыки гуманитария, и самостоятельно обучение. Чего ждем? Чтоб они избирались. И черные, и белые. Чтоб они знали историю, чтобы они умели работать с какими-то там политическими идеями. А это люди им подсунули, а они подписали. Ну, это стоять на мысли. Человек свыше в врачах. Это люди. Мы ждем от них, что эти кадры будут потом определять политику в России. Значит, РГГУ. Гуманитарий будут учить других, там, значит, что надо делать. Зами будут что-то там делать. Это кадры такие. Раньше в советское время назывались там идеологический факультет. И эти люди, они не способны разобраться дважды два-четыре там посчитать. Куда им учиться на гуманитарном вузе? Ты что? Работать надо на производстве. Вот в Китае хорошо было в свое время. Народные коммуны ссылали там картошку копать. Ну, там рис, значит, на Китае. Вот пусть покопают несколько лет картошку. Вот там подумают хорошенько. Между прочим, Китае, значит, непонятный кто там, да? Какие-то там непонятные люди там, да? Значит, почему они подписали? Они не подписали не потому, что они что-то знают про Ильина. Они подписали, потому что они вообще против, как бы, там, России, против вот этой спецоперации, против того, против всего, как бы их так настроили, преподаватели. Это гнездо такое, действительно. Хотя там хороших людей много. Я знал там ректора пивовара Эфима. Значит, ну, нормально человек, что бы. Ну, у него были там свои идеи. Ну, сам по себе он грамотный был человек. Значит, я думаю, вряд ли бы он вписался в такую, так сказать, историю. Значит, поэтому неправильно назвали Ильин им. Это скандальная была тема. Тема. Тем более, неправильно назвали Дуги. Назначили Дугина. Он не по этой части. Он публицист. Притом с путанными идеями, там, евразийство. То есть, Ильин западник, значит, евразийство, так, англо-советская залепуха для борьбы, для того, чтобы русским мозги закомпенсировать. Правильно? Вот и все. Чтобы все в меру объяснить, что русские – это какие-то азиаты. Ну, да. Ну, кто такие евразийцы? У нас опять народ не знает. Значит, евразийцы вообще изначально откуда взялось от слова. Это потомки, потомки от смешанных браков между английскими железнодорожниками в Индии и местными женщинами. Вот у них рождались дети. Ну, это англичанин приезжает там, ну, заработать надо денег. Поехал, значит, в Индию, в колонию работать, значит, железнодорожник. Там же много железнодорог наставили в Индии. То есть, работать кому-то надо, ну, надо приводить из Европы, из Англии специалистов. Ну, приехали, железнодорожники. А с ними женщин, а женщин-англичанок нету. Надо с кем-то жить. Ну, вот берет там местную женщину, с ней живет. У него появляются дети. И детей стали называть евразийцами. Потом, когда, значит, вот этот 20-х годах возникла тема, он что-то придумал. Ну, вот придумали евразийство. То есть, англичане, они же юмористы. В отличие от русских-то они все это знают, кто такие евразийцы. Значит, вот они для русских, значит, придумали такую залипуху. Ну, и потом ЧК, там, значит, всякие операции там проводили. Вербовал эмигрантов. Значит, внедрял это евразийство. Ну, а Догин сейчас это делает. Что вообще выглядит смешно. Какое евразийство? Успокойтесь, ребята. С вашим евразийством. Во-первых, оно не работает. Во-вторых, оно не имеет отношения к реальности. Да, ну, то есть, с Ильином мы немножко... Ну, вообще, по плане, что все это поклеб, вранье там, ну, его можно критиковать. Какие проблемы в науке, там, в политике, в идеологии? Да нет вопросов. Да пожалуйста. Ну, говорит, что он какой-то там нацист, нацист, там, что он это... Оправдывал преступление Гитлера. Ну, и такое наглое вранье, что там особо, значит, говорить не приходится. Его атакуют не за это, не за Гитлера. Вот Сталин с Гитлером дружил там. В 1939 году подписал договор о дружбе. Понимаете, с Гитлером. Сталин. Ну, что ж коммунисты его, так сказать, это не критикуют за это. Не 1933 год, а 1939, когда Гитлер уже начал, как мы говорим сейчас, агрессивную войну. Ну, вот есть, они там все время... У нас есть статья, кстати, в уголовном кодексе называется реабилитация там нацизма. За реабилитацию вас могут там укатать на несколько лет в тюрьму. Значит, давайте посмотрим с этой точки зрения. Нюрнбергский трибунал, там идет отрицание, значит, приговора Нюрнбергского трибунала. Там написано, что и часть приговора посвящена началу вот этой войны. Нацизм, нацисты и там конкретные люди, в том числе Гитлер, обвиняются в том... Ну, там Гитлера не было, так сказать, уже как-то на процессе. Ну, так сказать, его там ближайшие соратники, Керинг там, как самый высокопоставник, обвиняются в том, что они развязали, подготовили, развязали агрессивную войну. Да? Есть такой приговор? Есть. Хорошо. Когда они ее развязали? Ну, там написано. Ну, там суде это, там это все ерунда. Она, значит, реально начала 1 сентября 1939 года. Зекрасно. А когда подписан договор о дружбе с Германией? Ну, подписан после этого. То есть, что это значит? Значит, Гитлера... То есть, Сталин, значит, он как бы нарушает... Значит, нарушает приговор Нюрнбергского трибунала, который потом сам же, так сказать, не участвовал в понесении. Но и юридическая коллизия возникает. То есть, получается, все, кто за Сталина, а так как Сталин, он все-таки, значит, дружил с Гитлером после начала агрессивной войны, как это следует из приговора Нюрнбергского трибунала. Значит, все, кто за Сталина, они все нарушают, реабилитируют нацизм. Таким образом. Можем так рассуждать? А почему? Если бы я был следователем, да нет проблем никаких. Скажут мне, давайте, надо вот срочно, там, 30 дел про реабилитацию нацизма. Да нет, паровым, пожалуйста. Сейчас будет там. Все, да дайте мне список там членов КПРФ в нашем районе. Сейчас мы все быстро там определим за реабилитацию нацизма. С точки зрения юридической казуистики можно придумать чего угодно. Вот они примерно так к Ильину относятся. Где-то там выкопали какие-то цитаты, которые вообще не имеют отношения к делу и вообще не о том, да, совершенно. И носятся с ними. Устроили на всю Россию с клоком. Что я могу сказать? Ну, хорошо. Мы свое мнение высказали. Следующая у нас тема, у нас через два дня, меньше уже даже, да, настает такая дата интересная, ночь с 30 апреля на 1 мая. Она имеет специальное название, называется Вальпургиева ночь или Ночь Шабаша-Ведьму. Что там происходило в области эзотерики, мы сейчас затрагивать особенно не будем. А вот в области политики в 1886 году в Чикаго 1 мая была устроена массовая забастовка. Основным требованием, которое было введение 8-часового рабочего дня. Утверждается, что эту забастовку организовали некие рабочие. Ну, понятно, что никакие рабочие ничего организовать, тем более в те времена, не могли, потому что, что из себя представили рабочие, они это люди, которые на крайне низкой заработной плате с продолжительностью рабочего дня 12-15 часов, то есть практически без выходных. То есть они приходили домой и ввалились просто от усталости. Использовался детский труд там вовсю, ну, естественно, никаких социальных гарантий, там медобслуживание, прочее, ничего этого не было. Жили, в общем, плохо и недолго. Им, естественно, было ни до какой организации. Кто же тогда организовывал вот этот день солидарности трудящихся, кого понимали под трудящимися? Ну, под трудящимися, естественно, понимали вольных каменщиков, то есть масонов. У каждого масона, каждый был обязан выбрать себе рабочую специальность условную в виде такого символического занятия. Они, кстати, совершенно разные были. Вот, например, у членов Кумантерна у каждого было такое символическое занятие. Там были в том числе даже, знаете, кто эти, мастера в изготовлении музыкальных инструментов. Я уже не помню, как конкретная фамилия, но можно это поднять, этот вопрос. В Чикаго были расположены крупнейшие скотобойни американские. Туда со всей Америки свозили скот на убой для получения мяса, обработки на мясо. И вот именно в этом славном городе, само название которого, по некоторой гипотезе, происходит от названия город Боин, и была проведена вот эта забастовка, которая через несколько дней, а именно 4 мая, в ходе Хеймарксетской бойни, такой демонстрации на площади Хеймаркет, лесеной рынок в переводе, 4 мая, привела к жертвам. Кто-то из провокаторов кинул бомбу, погибли несколько полицейских, несколько десятков рабочих, кстати, вместе с ними одновременно. И после этого полицейские открыли огонь по всем, по кругу. И, в общем, эта история в истории мировой называется Хеймаркетская бойня. Это событие послужило поводом для ареста 8 анархистов, ну, видимо, зачинщиков, которые по приговору суда 11 ноября 1987 года были четверо повешены. И, что еще отмечается, что созвучно вот этому названию Чикаго, потом большевики назвали и такую организацию Чикаго, и многие уже потом белогвардейцы о своих воспоминаниях, участок земли гунов в книге «Красный террор в России» пишут, что убивали людей, как убивают на бойнях скот в России. И, допустим, в Одессе прямо так эти организации, вот эти ячейки Чикаго, они так и назывались бойнями. Что вы думаете, Евгений Дарч, по поводу этого первомая, его предыстории, очень такая историческая опять это, и, самое главное, почему он до сих пор сохраняется, ведь ясно, что это привязано к какому-то оккультизму масонскому. Понятно, что там определенные масонские, парамасонские как бы темы. Ну, там рабочие организации были, значит, ну, они действительно действовали в связи с масонством и были такими подразделениями фактически масонов, ну, как в Европе, так и в Штатах, там все было понамешанное, организованная преступность, то есть, например, профсоюзы, они, как бы, с одной стороны, это такие парамасонские организации, с другой стороны, это форма организованной преступности. Чувствий криминал, да, был. Ну, не организован, ну, да, криминал. Значит, там были разные истории, значит, и в Штатах, и в Европе, что можно там об этом отдельно говорить, это надо хорошо знать их, но это все было, ну, примерно понятно, что было. поэтому вот в этой среде произошли такие очередные события, которые стали на фоне того, что рабочие, так сказать, рабочих стали активно привлекать в политику потихонечку, значит, вот их обрадовали таким днем международным, значит, днем солидарности трудящихся, значит, 1 мая. Ну, провязали его там в поле пургивой ночи, потому что, видимо, почему взяли именно это событие, не просто потому, что он какой-то сверхмасштабный, хотя он довольно масштабный, он его может сравнить там 7 ноября, ну, там кровавого воскресенья. там по всей Америке чуть не 350 тысяч поставало, довольно приличное количество. Ну, имеется там по жертвам, там, по-моему, какое-то количество жертв было, несколько, несколько. Да, значит, в Петербурге погибло 100 человек, еще 30 потом умерло от ранения, 130, да. Ну, с другой стороны, такие события происходят постоянно, так или иначе, он в Казахстане два года назад еще больше погибло, там больше 200, значит, были волнения, что там, не то же не делает, там, всемирный день, значит, солидарности каких-нибудь трудящихся в связи с этим, с этими, значит, с беспорядками, массовыми. Поэтому, там сапала, вот эта, значит, история, плюс Валерий Путин, иван Иванович, ну, кто-то принял решение, а что он, дороже, как-то нормально, тоже юмористы сидят, массов. черный юмористы, я бы сказал. Ну, да, значит, это как бы зарождение, ну, его начали продвигать в международном артабе, маевки там пошли, там, по всему миру, в том числе, в России, и, ну, как-то так прижился, прижился этот праздник. Ну, за это время, уже сколько, 150 лет, наверное, да, скоро, значит, он, конечно, уже стал привычным, он просто превратился в такой, в день труда. Ну, там, заменил вот эти праздники, которые, начало весны, там, майское дерево, знаете, там было, да и Вальпрыгая ночь, она тоже связана с началом весны, замещение каких-то вот древних там обычаев, традиций, язычества, значит, все это, как бы, там, понамешанно, специалисты, они вам расскажут, я там, не зелен в этих делах. Значит, то есть, есть история в создании этого праздника, есть реальность текущая, текущая реальность в том, что это просто праздник труда сейчас. Там, да, есть подоплека, но, в принципе, обычным трудящимся на это все наплевает. Для него это выходной, день, когда можно там еще что-то там поопраздновать, ну и отлично. Более того, я вам скажу, а ведь при Гитлере тоже было первомай праздником. Как-то он там назывался, ну типа дня труда-то. Поймайте, советскую Сталина первомай выходной. Ну, у Гитлера, по-моему, не было он выходной или нет, но праздничный, ну, праздник точно был, да. Значит, и там тоже праздник, и как бы, кстати, и там и там красные знамена, у Гитлера тоже красные, значит, и социализм тоже свой, национальный. И вот они празднуют там. Ну и в этих западных странах, демократических, тоже, значит, все это празднуется, и, в общем, все к этому привыкли, и уже реальные истории особо не интересуются, никому ничего не надо. для профессионалов это надо, для политиков, для историков. А простые люди, ну, они просто праздны, поэтому я бы не стал здесь особо, как бы, переживать. Надо просто знать подоплеку, и все. Вот интеллектуалы должны знать подоплеку. Проблема в России в том, что наши интеллектуалы, они слабоваты в этом во всем. То есть, люди есть, которые что-то знают, ну, во-первых, их очень мало, во-вторых, эти знания, они должны быть вшиты на подкорку всех более-менее, значит, реальных интеллектуалов. То есть, интеллектуальный класс, он должен знать эту всю тему. Значит, и все. А в плане обычной, бытовой, обыденной жизни, ну, есть 1 мая, праздник, день труда, ну, и прекрасный путь будет. Ну, на этой предпраздничной ноте мы сейчас будем завершать нашу программу. Не забывайте подписываться на наши каналы, с Евгением Ильичем, не забывайте хоть немножко нас донатить. Всем спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова